Привет, ребята, опять! Меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. Сегодня мы с вами будем разбирать обалденнейшее вообще произведение классика русского, представляете? Мелодия из танца Феи Драже, блядь, щелкунчик, если вы не слушали и не смотрели его, обязательно это сделайте. Обалденный, просто шедевр! Ну а сегодня мы с вами научимся играть кусочек мелодии этого произведения. И для начала вот как оно у тебя будет выглядеть. Разбор на укулеле Давайте для начала мы повторим, где какие точки у нас стоят, чтобы вам было проще и быстро ориентироваться, где на каком ладу что-то зажимать. Первая точка, ну вот единственное, у меня точки сбоку, у вас они обычно посередине. Первая точка это пятый лад, далее вторая точка это седьмой лад, следующая точка у нас с вами десятый лад, далее двенадцатый лад. И в принципе у кого-то может быть следующая точка, у кого-то не может быть, это четырнадцатый лад. Все зависит от того, какой у вас вид укулельки. Ну а если у кого-то это есть, шикарно, это четырнадцатый лад. Это мы сделали сейчас для того, чтобы, например, вам нужно будет держать девятый лад, и вы не сидели, не считали, раз, два, три, четыре и так далее. А сразу такие, ага, самая ближайшая точка к девятому ладу это десятый. Десятый, соответственно, бамс, это девятый. Это для удобства расположения и быстрой читки. А я напоминаю, если ты хочешь приобрести себе свой первый, а может быть просто новый инструмент, то у меня есть специальные промокоды, которые тебе дадут скидку в музыкальных магазинах Динатон и также в магазине Skif Music. Их можно использовать абсолютно на любой товар, но самое главное, они работают в оффлайн и онлайн магазине. Поэтому пользуйся и экономь свои доллары. Итак, мелодия у нас с вами начинается с некого такого вступления. Звучать это будет следующим образом. Обратите внимание, пожалуйста, какими пальцами я это играю. Это намного будет удобнее, чем вы будете играть постоянно одним пальчиком. Типа такой, да, вот даже Бимас согласна со мной. Поэтому мы ставим сразу указательный пальчик на шестой лад. Далее средний на седьмой лад. На девятый мы дотянемся безымянным пальчиком, а на десятом мы сыграем мизинчиком. Ничего с вами страшного не произойдет, если вы будете играть мизинчиком. Играем следующий ход. Всегда начинаем с открытой второй струны. Далее играем седьмой лад. Опять открытая струна. Девятый лад. Открытая. Десятый лад. Открытая. И шестой лад. То есть семь, девять, десять, шесть. Мы это играем все на первой струне. Получается вторая. Седьмой. Вторая. Девятый. Вторая. Десятый. Вторая. Шестой. И это получается мы играем с вами два раза подряд. Далее у нас с вами идет основная часть. И звучать она будет следующим образом. Вот такой вот у нас ход. А вот чаще всего мы играем с вами на первой струне. Поэтому особо объяснять тут не буду, что на какой струне играется. Всегда почти на первой. Единственное бывает на второй, но это там я прям объясню вам. Начинаем опять открытую вторую струну. Далее у нас с вами идет ход. И вот именно такая распальцовка, которая была во вступлении. Соответственно я играю кракозябру. Помните, да, по пальчикам? Начинаю играть десятый лад на первой струне. Далее играю седьмой. Потом опять десятый. И девятый. То есть. Далее я играю ход. Шестой лад. И три раза пятый. Давайте соединим эти два такта. Получается. Далее переезжаем на четвертый лад этим опять указательным пальчиком. Опять играем три раза. Далее на третьем ладу то же самое. То есть пятый. Четвертый. Третий. Далее у нас с вами идет очень интересный ход. Давайте я подробнее его объясню. Играем все опять на первой струне. Переезжаем на второй лад. Играем второй лад. Далее мизинчиком дотягиваемся до седьмого лада. И для кого-то тут уже может быть инфаркт попы. Потому что обалдеть какая растяжка. Какой скачок. Поэтому для кого сложно вы можете сделать следующее. Сыграть второй лад. Отпустить его. И перенести руку на седьмой. То есть небольшой такой разрыв. Окей. Ничего страшного. Можно. Ну а кто имеет более-менее нормальную растяжку. Вообще да. Можете написать в комментариях. Может вам нужно сделать отдельное видео про растяжку пальцев. Дайте мне об этом знать. И я сделаю. Вы можете оставить так. Тем более если вы играете на сопранке. Вообще там в принципе тянуться то особо и не надо. То есть. Два семь. Далее играем ход. Три семь. Опять указательный пальчик на третьем ладу. То есть. Два семь. Три семь. И вернулись опять на второй лад. Еще раз. Такой вот паучок. И в конце там пойдет очень быстрый ход. Седьмой лад. Пятый лад. Третий и второй. Причем да. Заметьте. Третий и второй лад я играю указательным пальчиком. То есть. Он довольно-таки быстро у вас должен прозвучать. Поэтому отопиетируйте его отдельно. Давайте соберем полностью эту строчку. Что должно получиться. Давайте я отдельно объясню по правой руке, что я тут как играю. Можете играть все большим пальчиком. Типа прям. Ну все, играйте большим пальчиком. А можете в каких-то местах играть переменным штрихом. Вот кто умеет, тем пользуйтесь. То есть вы играете все на одной струне, но меняете пальчики. То вы играете указательным пальцем, то средним. И получается. Тогда у вас и техника получше будет, и звук тоже поточнее. И так далее. Поэтому убирайте или большим пальцем, или переменным штрихом. Мы закончили на себе. Три, два. Возвращаемся. Также на первой струне. На первый лад теперь же. Интересная такая ноточка. Ля диез. Затем переходим на вторую струну. Играем ее сначала на третьем ладу. Затем открытая струна. Затем опять третий лад. И на втором. То есть. Далее спускаемся на первую струну. Играем ее на третьем ладу. И на втором. То есть получается. Вы можете играть вот этими пальчиками этот ход. Можете играть средние безымянные. Типа. Кому как удобно. Давайте этот ход соберем. То есть вы играли до этого. Переехали на. Далее возвращаемся с вами на десятый лад. Играем его три раза. Далее на девятом ладу. На седьмом ладу. И опять у нас интересный ход. Играем шестой лад. Девятый. Седьмой. Девятый. Шестой. Что-то походит на вот это. То, что мы играли. Тут то же самое примерно. Этот указательный патчик туда-сюда и лозится. Что обратить внимание. И дальше идем опять в первую вот эту позицию. Играем первую струну на втором ладу. Далее открыто. Далее вторая струна на третьем ладу. На вторую. И потом у нас с вами будет опять открыто. И там опять пойдет повторение хода. Давайте-ка еще раз на этом моменте. Смотрите, да? Вот прям этот кусочек отдельно посидеть и поиграть. Давайте соберем полностью третью строчку. Да, заметьте, я играю вот последние четыре нотки довольно-таки быстро. Поздравляю, потому что мы уже почти все выучили. Далее четвертая строчка. Первый, три с половиной такта повторяются, как была. И вторая строчка. Давайте я вам напомню. И вот последние четыре нотки у нас меняют. В тот раз мы играли с вами семь, пять, три, два. Да, вот этот вот. А здесь же последние четыре строчки будут звучать так. То есть мы играем на второй струне сначала третий лад. Далее второй. Далее открытая струна. Забираемся на третью струну на втором ладу. Вот, получается. Еще раз. Давайте соберем полностью всю эту строчку. Осталась последняя строчка у нас. Далее мы с вами перепрыгиваем на первую струну на четвертом ладу. И здесь лучше вам сыграть через указательный. То есть был указательный и тоже этот указательный переносим вот сюда. Потому что вам потом удобно будет играть вот в этой позиции. Далее мы с вами играем мизинчиком седьмой лад. Возвращаемся опять на четвертый. Опять седьмой. И играем шестой. То есть получается так. Давайте соберем с предыдущего такта на этот. То есть вы сыграли это. Далее. Переезжаем на пятый лад. Играем пять, два, пять, четыре. Далее играем три. Открытая струна. Опять третий лад. Второй лад. То есть тут происходит такая некая перекличка. Получается... Давайте соберем, что у нас уже есть. И в конце мы играем аж такой скачок. Да, смотрите, я аж перепрыгнула на четырнадцатый лад. У вас он может быть не отмечен какой-нибудь там точкой. Поэтому ориентируйтесь на двенадцатый лад. Последняя точка это у вас двенадцатый лад. Далее идет четырнадцатый. Двенадцатый, двенадцатый, четырнадцатый. Но момент такой. Если вы играете на сопранке, скорее всего у вас там рабочая зона двенадцать ладов. Или в принципе у вас только есть двенадцать ладов. Ничего страшного, пропустите этот четырнадцатый лад. То есть мы с вами играем второй лад. Далее четырнадцатый лад. То есть... И на седьмом ладу закончили. Можете, конечно, попробовать все указательным сыграть. Ладно, на это я глаза закрою. Можете сыграть указательный. Мизинчик. И опять указательный. Но если у вас проблемы с этим четырнадцатым ладом, ладно, забейте на него, выкиньте, не играйте. Сыграйте просто два и семь. И готово. Давайте соберем полностью последнюю строчку. То есть вы сыграли до этого. Или Теперь давайте от начала до конца в медленном темпе попробуем это все собрать. Музыка. 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 Если тебе понравился разбор, обязательно поставь ему лайк. Напиши в комментариях, что в следующий раз разобрать. Ну а также напоминаю, что на канале есть целый плейлист с новогодними песнями и мелодиями. Обязательно его подчекать посмотри. И напоследок хочу поблагодарить всех ребят, которые поддержат меня на Boosty. Вот они все. Спасибо им огромное за это. Взамен мне получают клевые ништяки и весь раздаточный материал. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.